Международный турнир бокс на Волге открывала пара суперлегчайшего веса до 49 килограммов. За Россию выступал Эдмонд Худаян из Златоуста Челябинской области. За Республику Беларусь Евгений Кормильчик. Мастера спорта сражались за победу три раунда по три минуты. Спортсмены знакомы с друг с другом не понаслышке. Это у них уже третья официальная встреча на международном ринге. И трижды победу праздновал россиянин Эдмонд Худаян. Тренера как бы замотивировали, да, как я выступлю, так команда за мной и пойдет. Ну, слава богу, выиграл и все заряжены только на победу. Все хорошо сложилось, то есть каждый раунд я старался добавлять, добавлять темпом, забирать. Соперник очень достойный. На матчевую встречу России и Беларусь выставили лучших боксеров, победителей призеров чемпионатов мира и других международных турниров. Всего во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого прошло 13 поединков. На ринг выходили спортсмены разных весовых категорий, от легковесов до супертяжей. Приехали поболеть за чемпионов экс-звезды российского бокса. Олимпийский чемпион самарец Алекс Аитов, чемпион мира Василий Шишов. Открывал соревнования губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Здесь, на Самарской земле, любят спорт, любят бокс. Я уверен, что растут и новые чемпионы. И сегодняшний просмотр матча, конечно, даст мощный импульс развитию спорта в нашем регионе. Уверен, он станет вехой и для всех участников сегодняшнего турнира в их спортивной карьере. Зрители увидели настоящее боксерское дерби. Спортсмены не жалели ни сил, ни соперников. Так, в восьмом поединке россиянин Джамбула Бижамов отправил в нокдаун белоруса Александра Халаева. А Евгений Чеплыгин уже на 15-й секунде первого раунда досрочно закончил десятый бой. Нокаутом свалил с ног белорусского мастера Игоря Гракова. Засветился на этом турнире и сызранский боксер Никита Гусельников. В результате победу в матчевой встрече одержала сборная России со счетом 11-2. Я рад, что, несмотря на то, что у нас был краткий миг для подготовки, но он был очень интенсивный, очень был искренний со всех сторон. Многие из боксеров друг друга знают, встречались на Олимпиадах, чемпионатах мира, Европы. Есть у них свои счеты между собой. Это было уже видно на взвешивании. Я вот знаю, уже так, как они друг на друга поглядывали. Но как не подглядывая на взвешивание, все решит ринг. Турнир «Бокс на Волге» в Самаре стал генеральной репетицией для боксеров России и Белоруссии. В мае они отправятся защищать честь своих стран на чемпионат мира в Ташкенте. Михаил Гермоленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова